добрый день уважаемые трейдеры инвесторы сегодня 13 апреля среда представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании инстафорекс логотип который как обычно вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе так сегодня не все статьи у меня вышли кстати смотрите как инстафорекс сделала новые такие виджеты прикольные инфляция в сша и последствия рост золота на этом фоне сидим обсудим это на графике и техническая идея по стрелецу новой зеландсу и фондовая статья по фондовым рынкам находится еще в обработке думаю конце обзора она выйдет давайте посмотрим эти идеи на графиках так это вам не надо золотишко золотишко значит что золото у нас растет вчера вчера на инфляции тоже произошел рост напоминаю что вот эта мощная свеча на это инфляция но что интересно что интересно сегодня многие на практически все аналитики твердя о том что инфляция выросла и является самой большой за знаете сколько сейчас скажу вам за 40 извиняюсь лет так вот что интересно что меня интересует я вчера наблюдал новости эти новости выглядели следующим образом инфляция вот я смотрю трехбыков вот эти истории может я что-то не понимаю вот объясните мне кстати давайте подискутируем на эту тему вот есть базовый индекс потребительских цен м м это месяца месяца вот март вот это вот это это предыдущие значение предыдущие были нас 05 вот это прогноз прогноз то есть 05 да а вот это фактическое 0 3 и что я вижу что инфляция до базовый индекс потребительских цен у нас относительно и предыдущих значений и прогноза упала но вы скажете вот есть годовая инфляция годовая здесь тоже шесть с половиной да то есть предыдущие у нас что там 64 ожидали 66 65 у нас тоже все идет в минус объясните мне пожалуйста друзья мои почему все пишут что инфляция нарастет вот я я вижу вот такие значения а если мы нажмем на вот эту кнопочку трехбыковый до базовый индекс потребительских цен вот здесь вот базовый да то мы попадем вот в эту великолепную схему где где вот с начала года да вы видите вот этот день вот эта динамика она тоже падает и вот это базовый индекс потребительских цен сша месяцах вот все вот описание индекс отражать изменения в цене тры пыры показатели выше ожидаемых как позитивные для доллара ниже отрицательные для доллара я вижу здесь падение вот объясните мне пожалуйста что я понимаю не так так ну и собственно что собственно на этом фоне на этом фоне у нас естественно были бычьи импульсы на ослабление бачка золотишко в этом плане у нас здорово отрабатывают всю эту череду новостей я надеюсь я надеюсь что через день 2 или 15 лет но это не точно но все таки золото будет стоить на больше двух тысяч 75 доллара за тройскую унцию где жду на его жду на недельном таймфрейме есть друзья мы такая кнопочка называется double в это не м1 и не м5 и даже не аж один если вы ее нажмете на хотя бы один раз жизни то поймете что есть другой мир позиционального на трейдинга серебришка серебришка тоже идет по моему лонговому сценарию я вам говорил 15000 раз что по серебру есть слом шартовой тенденции и он произошел у нас январе феврале потом произошел от кат довольно глубокий мы бились а пол то есть а пол то секс пускались к 38 но сейчас идет рост я напоминаю тоже старый древнегреческий план который кстати завязан не на недельных таймфреймах в том числе что серебро должно стоить не меньше 30 я извиняюсь долларов так вот на этом фоне и плате на начинает тоже приподнимать голову смотрите по плате не примерно та же самая идея что и по по серебру но немножко менее менее скажем так ну волатильна до волатильна происходит дело в том что платина платина она вот и в двенадцатом и в одиннадцатом вполне себе стоило под две тысячи долларов а сейчас она стоит меньше тысячи долларов даже если вы просто обычный горе инвестор который купит по тысячи застопиться за нулем вы как по ним и как понимаете платина не может стоить 0 поставите тейк ну хотя бы за полторашку либо за двушечку то вы рано или поздно скорее всего поздно но все равно заработайте свои денежки в то время как другие три дунишки будут мучить евро доллар и доллар иену либо кроссы связанные с ней поэтому я кстати вчера зарядился в платину в том числе потому что на мой взгляд на сегодняшний день из всех дорогих железок это самый на мой взгляд недооцененный инструмент да с другой стороны при слове платина все понимают какие-то супер цены уж какую-то ценность да но при этом как видите ценность на данный момент она особо не представляет минимальные цены по платине в двадцатом году на пандемии дам доходили до пяти хаточки там 600 700 сейчас мы стоим девятьсот пятьдесят даже если вы героически застопитесь за пандемию вот то как минимум на пробои прошлого года вы будете иметь уже сто процентов прибыли ну относительно вашей ставки при стопе за пяти хаточку вот такой вот план поэтому кто хочет вложить бабосики надолго и вы не успели зацепиться в золото и серебро так как я собственно всем и говорил вы можете организовать покупку платины я считаю что это очень даже любопытный будет для вас инвестиционный эксперимент так что у нас по по фунту фунтик фунтик кстати дал на 4 пин барчик на лаях у него есть площадочка вот здесь видите прям на уровне поддержки сопротивления я вообще не удивлюсь если фунтик сюда влетит и вчера он кстати на инфляции давал положительные подпозывы да вот смотрите вот этот импульс наверх он ослабил американский доллар именно так как было написано в вот в этой схеме да вот в этой вот смотрите еще раз показатели выше ожидаемых рассматривается как позитивные для доллара а у нас показатели вот здесь вот видите вот они вот у нас показатели ниже ожидаемы значит они негативные для доллара и обратите внимание что в моменте фунтик улетел именно на ослабление американского доллара что здесь доллар находится в качестве котируемой валюты если у нас доллар слабеет то пара фунт доллар начинает расти и здесь и в золоте по первому импульсу где там у нас золотишко вот она да вот она инфляция видите вот мы и все инструменты и евро доллар в том числе вот он импульс они все на инфляции отработали волну на ослабление американского доллара потом концу сессии американской ну доллару скажем так укрепился но это другая история сам-то импульс был бычий поэтому у нас все правильно даже даже ена которая сейчас опять штурмовала хая я кстати напоминаю что почему ена здесь пробилась она пробила именно вот мая 15 года это очень важный экстремум и здесь я кстати начала набирать шорты но я набирал кроссы с ены но ену я не трогал и здесь вот можно поднабраться если она сейчас дуется у вас гигантский гигантский потенциал вниз но будьте осторожны это очень классное место вот но как минимум зеркало вот это мы точно от тестируем и даже даже ена которая не особо да смотрите в на инфляции она отрабатывала на ослабление доллара то есть именно так как это собственно написано в новостном календаре так другие инструменты которые мы будем обсуждать это кроссы у нас подрастянуты вот я держу я держу и франк ену и канадец ену чувствую себя не очень конечно но я все равно верю в том что это все отработает ну и как минимум при своих мы скинем эти сети что меня как бы подбадривает то что я держу золото в ланге и золото с лихвой компенсирует все просадки по по этим кроссам и но может мне повезло в этом плане но если вы сделали также то у вас не должно быть никаких проблем так другие кроссы новозеландец канадец новозеландец канадец подваливает подваливать кстати странно сегодня по новозеландцу подняли ставку он по идее должен укрепиться вот но но валит если будет падать значит будем подбирать его на минимумах текущего года новозеландец франк тоже подваливает вниз подваливает но опять же нам здесь его встречать только здесь и не раньше доллар франк как обычно в неопределенности в которой нам зарабатывают трейдеры внутри этого диапазона невероятное количество денег здесь можно заработать в обе стороны затем подумайте об этом австралиец канадец австралиец канадец немножко сдувается ну вот но нам интересно только перехали набор сетки шартов и герой асфальта сегодня австралиец новозеландец австралиец новозеландец сегодня героически пробил вершину двадцать первого года и сегодня я давал идею для которая которая звучит так друзья мы набираем сетку шартов по австралийцу новозеландцу очень качественному флетовому инструменту который вот много лет стоит диапазоне сейчас тестит верхние границы если он будет улетать мы будем его набирать в шарты и выходить на зеркале на которой он откатит сначала конца прошлого года он прошагал уже почти 7000 пунктов и это его собственно края вот в этом диапазоне так другие инструменты еврокат до обновления лаёв года не трогаем еврофранк кстати намерился тоже от тестировать лаяк года вот если будет пробой будем здесь набирать пока ничего нет кстати по евро завтра а пресс-конференции cb и процентная ставка поэтому все что связано с евро будет завтра летать и до этого момента лучше в рынок не заходить так нефтяночка нефтяночка как я жалею как я жалею про этот уровень видите но это была ночью я к сожалению спал такое бывает у трейдеров они иногда спят доллар рубль сегодня опять начал доллар немножко слабеть вот открылся ослаблением доллара до к рублю по 82 но кстати говорят что нам на алиэкспресс доллар то что там 125 или что-то такое напишите кстати кто пользуется этими сервисами давненько я туда не заходил так что у нас по фонде но российскую фонду глянем сбер сбер продолжает тупи продолжает находиться в коррекции это коррекция я так понимаю надолго затянется нам показали да где куда где кончилась поддержка фнб вот здесь вот и все и теперь мы гуляем в других совсем ценах в другом коридоре очень жалею что не сбросил я вот это по 150 160 хотел все-таки увидеть какие-то технические уровни но и так понимаю те кто рассыпает фнбшные бабосики они техническим уровнем не не учились так что касается американского фондового рынка американский фондовый рынок вчера довольно достойно встретил инфляцию в сша да у нас пенбары да не шартовые но это не был обвал не был обвал сегодня сегодня немножко какие-то корректусики идут поэтому ну по большому счету для тех кто верит 3 в трешечки это это нормально то что в в конце но в предполагаемой волны b да вот это а это б у нас вышла новость вот для тех кто верит в то что как бы с америкой все будет не очень тем лучше набирать на пробой минимума года я напоминаю план два плана первый план для амбициозных 3d нишек которые верят 3d волну а b c да и это уже текущие цены внизу которых у нас инфляция и для тех кто не верит в американскую фонду лучше набирать ее на пробой минимума года и на тест собственно этого уровня снизу то есть buy 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 и выход на на зеркале buy это не засыпательное слово друзья мы это покупка на английском я помню еще со школы так европейские тоже фондовые индексы немножко сдуваются сдувается да дакс и стокс вообще просто братья-близнецы а вот лондон у нас держится бодрячком на хаях но к сожалению это очень дорогие цены чтобы нам туда заскакивать так биточек биточек вчера никак себя не проявил стоит в каком-то своем канале я думаю эти каналы уже три дунишки начертили и ждут здесь каких-то каких-то отбоев отскоков я здесь пока ничего не понимаю ничего не жду недельный таймфрейм показывает непонятно что у нас две недели роста неделя остановки две недели падения только работать по большому плану купив там поскольку мы брали по 37 купив там ниже ниже 30 очки и удержание космос что когда-то это может произойти так 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 остальное все пока не особо интересно давайте посмотрим на ответы на вопросы на youtube канале по вчерашнему видео которым я кстати демонстрировал сверхспособности в симуляторе 10 комментариев я смотрю всем понравилось так владимир андреевич благодарю так за обзор демонстрация симуляторе соответственно пропорции 05 до всех загоняя в симулятор и я собственно показывал его название его номер он лежит бесплатно в интернетах и ждет когда вы туда зайдете скачаете его забьете туда абсолютно любой любую почту и пароль и он будет работать это нонсенс потому что другие подобные качественные машинки они платные так руслан спасибо за обзор да еще всем литры спасибо да друзья мои мои все мастер-классы которые выходят еженедельно на инстафорекс все в симуляторе так евро доллар зашел до фибы но будьте осторожны по еврику еврик не не откупился я вчера его тоже покупал накормил лосей потому что потому что но съели съели инфляцию я кстати не понимаю почему почему еврик такой слабый но может конечно выборы там macron ли пен все такое вот впереди еще при присуха на децебе завтра вот и и и и так что что у нас давайте еврик еще покажу свои косяки вчерашние я вчера вчера он чё и делал вчера а я вчера кстати я новость смотрел на минутном таймфрейме дать покажу вот он наш евро он чё я делал я увидел этот импульс это была инфляция от катик кстати откатик очень хорошие вот импульс откатик смотрите в полтосик я купил все цена пошла я чувствую себя королем мира ну вот потом протянул фибы уже на пятиминутном таймфрейме когда это все выросло почему я покупал потому что я хотел вот и до сих пор мечтаю о том что вот этот уровень вот этот зеркальный он пробьется я думал что это пройдет пройдет завтра на вот этих новостях он что на новости для бакса откровенно слабый еврик бы мог здесь вырасти вот я думаю это произойдет но или от текущих либо чуть ниже но этот уровень все равно рано или поздно пробьется и собственно что я уже находясь в плюсе протянул фибу до на пятиминутном таймфрейм то что прошел откат на полтинчики опять купил вот здесь вот купил все пошли рост нормально и вот этот обвал вот и собственно мне пришлось выйти уже но собственно первый ордер был здесь 2 был здесь и общий я вышел в ноль там небольшом минусе все то есть этот импульс не пошел я не понимаю почему так произошло при этом золото продолжало расти то есть получается что слабые новости по баксу которые должны были вытолкнуть евро доллар они были компенсированы очень слабым евриком очень слабо это это слабость может быть вызвана либо вот этими выборами там во франции это может быть какие-то волна компроматов сейчас польется на обоих кандидатов ну вот либо на либо ждут за завтра процентную ставку пресс-конференцию и cb вот напоминаю что есть еще минимум минимум года на форексе на форексе у нас минимум года не пробит говорят там были какие-то пробои на фьючерсах но мы смотрим форекс и я не удивлюсь что на что здесь может быть пробой что может произойти мы можем вырасти до площадки да и потом пробить вот этот минимум либо мы можем пробить минимум и и вырасти до площадки да вот это уже на пресс-конференции cb ну то есть сейчас игра будет вестись вокруг вот этих уровней так 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 что у нас дальше олег спасибо за видео работа симулятор давайте еще в симуляторе все у нас в мастер-классах кстати напоминаю кто не в курсе мастер-классы мои проходят на сайте вернее они выкладываются на youtube канале инста форекс вы заходите плейлисты и видите вот здесь 25 видео с андреем шевченко и практически там через одно видео я показываю в симуляторе все что вам все что перед этим рассказываю и сегодня кстати буду записывать очень интересный мастер-класс который который будет основан на анализе трейдеров из mql такого вам точно никто не расскажет поэтому подписывайтесь на инста форекс либо записывайтесь на мастер-класс на вот этот вот и к вам записаться на мастер-класс и к вам придет придет видео о том что о том что мастер-класс вышел так что у нас еще так 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 время да а чего таймкоды перестали делать ну видно не успевают не успевают но я сегодня скажу может быть может быть не успевает так роман николай спасибо по крипте юнис в можно было брать ланги с пробуем площадке юнис вопну давайте по крипте завтра то мы сегодня уже под затянулись на помните посмотрим альберт доброе время дофиксанул золото до одну сделку держу до в стратосферу да да ну и собственно вчерашние новости я думаю в кассу по золоту зашли так по иене может быть долгосрочный тренд а мы все сетку строим никто не знает насколько насколько далеко это все пойдет я считаю так как иена уже пробила свой пятнадцатый год по хаям я надеюсь пробой ложный посмотрим как сегодня день закроется вот я конечно сильно под растянулась по поение вся эта история мне конечно тоже поднапрягает но надеюсь что это все уже закончится почему я вот говорю про 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 остановку во-первых это очень это это не начало тренда понимаете даже если мы берем к доллар киене принципе канадец иена и франк иена это одинаковые примерные истории но просто доллар иена растянулся сильнее всех если бы это было где-то начало тренда где-то вот здесь вот примеру да можно было говорить возможно это начало тренда и мы дальше будем расти посмотрите сколько бычьих волн уже прошло и мы сейчас видим самые вот просто пике такое бывает когда уже проходит кульминация и рынке после этого в большинстве случаев либо корректируется либо уже разворачиваются то есть ну я сторонник такой трехфазной системы накопления распределения и после распределения кульминации кульминации мы можем идентифицировать на сильных очень сильных движениях с крупной волатильностью большими барами и так далее и к тому же допустим пробои вот смотрите здесь чем уж 15 год видите мы сегодня пробили этот 15 год после этого на трейдеры на чем могут начать фиксации понимаете и на этом может пойти падение рынке падает гораздо быстрее чем растут такой вот закон джунглей поэтому я надеюсь что это все развернется ближайшее время так на этом у меня все на этом у меня все напоминаю друзья мои что основным событием не сегодняшнего завтрашнего дня все-таки пресс-конференции cb процентная ставка по евро и и могут неожиданно поднять уже все подумают ставки все и уже и британцы и австралийцы и новозеландцы ну понятное дело что японцы пока стесняются этого делать но рано или поздно они все равно это начнут также делать потому что такие мировые тенденции насколько бы упрямый японцы не были поэтому по евро я думаю вся волатильность будет завтра поэтому приберегите на завтра свои эмоции ну и денежки в том числе на этом мне все понравилось видео ставьте лайк пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре линста форекс всем пока